Девушки отдыхают 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 Вот, пожалуйста, поднимаем бумагу, сходили, посмотрели, работал такой-то, такой-то. Все. Предлагаем убрать за собой. Не хочет, у нас есть департамент по благоустройству. Он наделен всякими санкциями. Он может приехать и предписание выписать, и все, что угодно. Пишу заявление на них, пускай разбираются. Они говорят, что якобы за пропуска для того, чтобы устанавливать памятники, требуется 15 тысяч в месяц. Вот вы видите, вы уже третий. Было с пяти, мне сначала сказали, пять. Потом сказали десять. Вы сегодня мне говорите пятнадцать. Уже цены растут. Цены растут. Хоть бы кто-нибудь принес. Пока еще никто не давал. То есть они получают пропуска бесплатно? Бесплатно. А места на кладбище как распределяются? То есть распределяет их МБУ родуница? Да. Это ее функция основная, за это она денег не получает? Нет. Не получает. Просто распределяете в порядке очередности? На бесплатной основе. На бесплатной основе. Мы не копаем. Мы не копаем. Оградки мы не ставим. Мы бюджетная организация. Копает одна фирма, вторая, третья. Реквием, ритуал Тверь, еще какие-то фирмы копают. Мы к ним отношения не имеем. Люди приходят уже, заявление заполнено. Мы ставим внизу участок, который выделяем. И все. И люди пошли опять в фирму. Они им уже копают, предоставляют ограды и так далее. Мы этим ничем не занимаемся. Наша фирма не может ни договора никакие заключать. Мы не коммерческая фирма. Я понимаю. Мы просто бюджетная организация. Но они говорят, я просто привожу вам их слова. Они говорят о том, что вы как бывший директор Гранит Плюса. Сейчас этой фирмы заведуют ваши супруга, насколько я понимаю. Нет, супруга ничем не заведуют. Ну ваши родственники. Да, ну дочь. Дочь ваша. Вы как директор Радуницы предоставляете Гранит Плюсу лучшие места на кладбище, чем предоставляете другим. Они говорят, нас чуть ли не в воде заставляют хоронить. В результате клиента уходят через Радуницу в Гранит Плюс. Нет, нет. Смотрите ситуацию как бы следующую. Вот был участок у нас. 33 участок. 34. Начали его хоронить до меня. Начали его хоронить также в порядке очередности. Да, осенью там было воды очень много. Мы закончили там захоранивать. Просто надо было вам показать. Мы не дохоронили его. Мы его даже не дохоронили. Мы сделали участок выше, там где сухо. А сейчас этот участок мы своими силами пытаемся отсыпать. Подтопленный участок. Да, подтопленный участок своими силами. Хотя у меня даже на это денег нету и не выделяет никто. Но мы все равно уже грунт туда завезли. Поэтому если хотите, потом на Заводской проедите, посмотрите. С левой стороны участок. Даже вот один из трех смотрителей может с вами съездить, показать. Скажите, а вот те, например, цветочники, которые здесь работают, которые продают цветы, да? Они же нелегально здесь работают, да? Им просто бесплатные места предоставляются? Да. Они никаких налогов не платят, насколько я понимаю. Мы к ним вообще никакого отношения не имеем. До меня цветочницы стояли кто где хотел. Единственное, что я сделал, это навел порядок. Всех в один ряд. Все, места. Департамент. Если хочет департамент, пускай приедет, с ними разбирается. Я с ними не имею права ничего сделать. Это получается типа социальные ряды, да? Да. Они не платят налогов, но и предоставляется бесплатное место. Да, да, что-то типа такого. Хотя, я думаю, что не должно это быть. Они зарабатывают деньги, они должны платить налог. Дело в том, что мне не с кем отношения налаживать. Я приехал в УБФ, там товарищ сидит подполковник, фамилия Павел Васильевич, не помню фамилию. Он говорит, а почему вы вот так людей не запускаете? Я ему просто привез, отдал наш, от 2008 года, подписанное решение депутатами Тверской городской дома, где в пункте 6.1 ясно написано, для проезда на кладбище должны уведомить администрацию письменно, привезти копию свидетельства о смерти, получить пропуск и ехать работать. Все, что я делаю. Они говорят, вы законно делаете? Я говорю, да, это все законно. Они у меня забрали. Мы тогда с этим доконтактим. Они просто многие. Ведь все люди, которые на меня пишут и говорят, что я угрожаю и так далее, они же никто не сказал, что у нас есть, например, решение Тверской городской думы, и там черным по белым пункты расписано, что они должны. Об этом никто не говорит. Но как вы будете отвечать на их обвинение в вымогательстве, в угрозах? Никак. Этого не было. Вот пускай хоть один человек подойдет даже при вас, при милиции, и скажет, что я просил денег, или мой хоть один смотритель просил денег. Понимаете? Или кому-то я угрожал. Вот мне хотелось бы, чтобы при вас они это сказали. И я вам сто процентов скажу, что все будут на меня вот так стоять, смотреть и молчать. У нас есть генеральский участок. У нас есть для почетных граждан города Тверина муниципального. У нас есть для военных, для ветеранов войны участок. Это вот первый участок, где там есть. Документы получили, выписали участок, все, люди захораниваются. А обычного человека там нельзя похорониться? Ну нет, такого, у нас очень мало мест таких. Но это как-то закоплено законодательно, да? То есть, что вот этот участок именно для почетных захоронений, да? Да, это все подписывает глава города. Я пишу бумагу в департамент, департамент отдает в администрацию, там правовой комитет прорабатывает, и глава города уже ставит свой подпись, 50, что разрешили. Генеральский участок, значит генеральский участок. Все, там вот на нем захоронено, по-моему, 5 человек уже. Тут с двумя людьми вас постоянно видят. Да никогда меня никто не видит. У меня есть куча. Которые якобы угрожают там чуть ли не огнестрельным оружием или травматическим, не знаю. Называют их криминальными авторитетами. Не знаю. Что якобы вот они держат вот все муниципальные кладбища под собой. Но вы представьте, если бы вот эти люди криминальные держали бы все кладбища, да? Почему тогда фирмы все получают деньги и доход? Кто вот реквием копает, оградки ставит? Это же самый доход. Копка могилы, ограда. А мы-то, если даже они со мной ходят, мы-то вообще ничего не имеем с кладбища. Ни копейки, радыница, ни копейки даже не может взять. У нас даже коммерческого отдела нет. Он был, коммерческий отдел, до меня. Я его убрал. Из штатного расписания. Вот и пытаемся с ними бороться. Получается, что мы самые плохие. Это значит, что они сделали, получается? От захоронения. Это гроб на гроб. Захоронили, сняли памятник. Остальное бросили на чужую могилу. Вот, может, сфотографируй кого хоронили. Трусово Екатерина Григорьевна. И куда все скинули. А когда это произошло? Это было 23.04. В 2017 году было похоронение. А родственников вот уведомили? Нет. Вчера приходил, вчера или... Нет, вчера воскресенье. В субботу приходила женщина. То есть по этой жалобе пошли, отреагировали. Она написала заявление. Заявление есть у директора по поводу вот этого всего мусора. И то, что было похоронение, вот накидали все туда. Воскресенье ежи. Субтитры сделал DimaTorzok